В России в 18-19 веке существовала прекрасная старинная традиция под Рождество ставить в доме верте. Но после антирелигиозной пропаганды многие рождественские традиции и обряды были забыты на многие годы. Сотрудники музея-заповедника «Родина Ленина» через выставочный проект «В ожидании Рождества» решили напомнить, что было принято делать на Рождество. И на этой выставке коллектив, скажем так, группа энтузиастов, проекта «Всю жизнь играем» представляет рождественские вертепы. Потому что Рождество – это добрая, хорошая семейная традиция. А наш авторский проект направлен в том числе на поддержание традиций. Как объяснили организаторы выставочного проекта, вертеп в переводе со старославянского означает «пещера». Как правило, так называют ту единственную Вифлеемскую пещеру, в которой родился Христос. Этот вертеп и стал первообразом для всех последующих, созданных руками творческих людей. На выставке представлено более десяти рождественских вертепов, выполненных в самых разных декоративных техниках. Здесь работы мастеров из восьми городов. Наверное, где-то летом мы предложили мастерам такую идею поучаствовать в конкурсе, создать работу, представить её на рождественскую тему вертеп или что-то подобное. Всё, что связано с Рождеством. Мастера с удовольствием откликнулись. Сотрудники Музея пожарной охраны Симбирска-Ульяновска, где открылась выставка, авторские работы дополнили коллекции рождественских открыток и новогодних игрушек конца XIX – начала XX веков из фондового собрания Музея-заповедника «Родина Ленина». Также был выставлен пряничный Симбирский Кремль, созданный мастерицами пряничного дела совместно с Анной Аздяковой и Анастасией Кувшиновой год назад. Он позволяет погрузиться в атмосферу нового 1665 года, всего 17 лет спустя с момента основания Симбирска. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.